трагедий 20 века. Мы расскажем о ней в программе «Музейные тайны». Сиэтл, штат Вашингтон. Некогда тихий рыбацкий городок ныне стал торговым и промышленным центром на северо-западе США. А экспонаты Сиэтлского Музея истории и промышленности рассказывают о развитии этого большого города за последние 150 лет. Однако вне главной выставки глубоко в его обширных архивах спрятаны два загадочных артефакта. Эта пара украшений конца 19 века, изготовленных из формовочного железа, напоминает о прошлой эпохе, времени масштабного расширения на Запад. Новая промышленность, новое богатство и катализатором всего этого послужила Великая Северная Железная Дорога. Это изделия из пульмановского вагона. Такие вагоны были самыми роскошными в поезде и очень хорошо оснащенными. В них были очень надежные крепления. Как полагают, эти декоративные железные крепления украшали стены пульмановского вагона первого класса одного из поездов Великой Северной Дороги. Вероятно, они держали фарфоровые или стеклянные лампы. Мне представляется, что в оригинальном виде они были великолепны. Но уникальными эти артефакты делают не их дизайн, а место, где они были найдены. Эти предметы нашли туристы в лесистом ущелье на высоте почти полутора километров в каскадных горах. Как они там оказались? Их история связана с одной из самых ужасных железнодорожных трагедий в истории США. 22 февраля 1910 года. Спокон, штат Вашингтон. К Тихоокеанскому северо-западному побережью приближается зимний буран. Ночной пассажирский экспресс и скорый почтовый поезд спешат в Сиэтл. На плюшевых сиденьях пульмановского вагона первого класса удобно устроились бизнесмены и их семейства, не переживая из-за бурана. Тем временем паровоз с настойчивым пыхтением приближается к самому опасному участку Великой Северной дороги — Каскадным горам. Это очень высокая горная цепь. Перевал Стивенса находится на высоте 1200 метров. Заваленные снегом и продуваемые сильными ветрами горы являются почти непреодолимым препятствием. Но в одном поезде важная почта, а в другом — богатые путешественники, которым не терпится попасть в Сиэтл. Надо спешить. Через два дня поезда встали намертво возле одного из туннелей в Каскадных горах близ небольшой железнодорожной станции Веллингтон. Рельсы погребены под толстым слоем снега. Поезда не смогли двигаться дальше, потому что они попали в ловушку. На востоке и западе прошли снежные обвалы. Им некуда было деться. Они застряли. Железнодорожные команды из Веллингтона работали неустанно, пытаясь расчистить снег с помощью парового бульдозера и старым ручным способом. Но они не могли справиться со слепляющим снегом. Они вели войну с погодой и проиграли. Это был самый мощный снегопад в истории северо-запада Тихоокеанского побережья. У пассажиров и экипажей оставался лишь один выбор — переждать бурю на засыпаемой снегом горе. Почти неделю утомленные и раздраженные пассажиры поезда оставались заложниками нескончаемой снежной бури. Наконец, вечером, 28 февраля, спустя шесть дней в горах, наступило затишье, и пассажиры решили следующим утром отправиться пешком к ближайшему городу. Им казалось, что испытание закончено. Тем вечером они праздновали, болтая и смеясь. Они легли спать довольными и уверенными в том, что все закончилось. Но для большинства пассажиров и экипажей двух застрявших поездов утро не наступило. Внезапно ночью разразилась ужасная гроза над пиком выше дороги. Молния попала в снег на вершине над ними. И снег с ревом ринулся вниз. Застрявшие поезда стояли как раз на пути огромной лавины. Должно быть, страшно было слышать ее приближение. Снежная лавина шириной почти 2 километра набирала силу и сносила деревья, камни и обломки на своем пути. Как только снег двинулся с вершины, у людей в поездах не осталось никаких шансов. Когда искореженные обломки двух поездов наконец остановились в ущелье в 30 метрах ниже дороги, этот участок стал сценой ужасного разрушения. Из 125 пассажиров и членов экипажа в живых осталось всего 24 человека. По количеству погибших это самая страшная лавина в истории США. Трагедия заставила власти построить новый туннель намного ниже. Рассказ о лавине и картине крушения постепенно исчезал из памяти. Пока в 60-х годах туристы не наткнулись на ужасную сцену высоко в каскадных горах. Среди пышной зелени, недалеко от заброшенного железнодорожного туннеля, лежали искореженные ржавые обломки железа. Но среди обломков туристы нашли два чудом уцелевших предмета. Вот они, два крепления для ламп. Туристы забрали их с гор и принесли в Сиэтлский музей истории и промышленности. Здесь заботливо хранят эти призрачные напоминания об утерянных жизнях, когда гиганты промышленного века уступили превосходящим силам природы. А в Розуэлле, штат Нью-Мексико, были найдены совсем иные обломки, которые породили величайшую загадку в истории Америки. Смотрите далее в музейных тайнах. Розуэлл, штат Нью-Мексико. На главной улице этого пыльного пустынного городка находятся музеи, посвященные главному научному вопросу нашего времени. Существуют ли инопланетяне? Теории об инопланетной жизни великое множество. А Международный музей и исследовательский центр НЛО рассказывает о большинстве из них. Центром всех споров для директора музея Джулии Шустер является один экспонат. Человекоподобная фигурка за стеклом. Его зовут Гарольд, он антропоморфная кукла. Сделан из металла, дерева и кожи. Когда проходишь мимо, рождается вопрос, что это такое? Почему он здесь? Что делает деревянная кукла рядом с НЛО? Ответ кроется в бесконечной загадке о том, как Розуэлл стал столицей НЛО в США. А некоторые считают, что здесь имело место самое грандиозное сокрытие фактов правительством США. 8 июля 1947 года владелец ранчо Мак Бразел ставил забор в дальней части своих владений. Разразилась сильная гроза. Владелец ранчо Мак Бразел решил проверить забор и овец после бури и убедиться, что все на своих местах. Он подошел и увидел, что повсюду лежат металлические обломки, которых прежде не было. Он заявил, что никогда раньше не видел такого металла. А это не военный металл и не обычная алюминиевая фольга. Он лишь сказал, что это материал похожий на металл, не горит и не ломается, сохраняет форму. Еще он сказал, что заметил какие-то знаки или символы в виде иероглифов. Решил, что это что-то неземное. Мак сообщил на находке сотрудникам местной базы ВВС США. Военные тут же прислали исследовательскую команду. Когда на ранчо Мака прибыли военные, они тут же оцепили место проволокой и объявили его запретной зоной. Спустя несколько часов представители авиабазы сделали сообщение, которое потрясло весь мир. Они захватили летающую тарелку. Но едва сенсация начала распространяться, как командующий ВВС США генерал-лейтенант Роджер Рейми сделал странный разворот на 180 градусов. В тот же день, 8 июля, генерал-лейтенант Роджер Рейми сделал заявление для прессы, что это был метеозонд. Люди ошиблись. Такой поворот погасил слухи, и инцидент был забыт. Пока более чем 30 лет спустя один исследователь НЛО не разыскал бывшего офицера разведки ВВС из Розуэлла майора Джесси Марселла. В интервью Марсел выложил нечто с ног сшибательное. Марсел утверждал сначала, что исследованные им обломки не являются частями метеозонда. Это был разбитый инопланетный корабль, а историю с метеозондом сочинили, чтобы замять ситуацию. Его заявление тут же вернуло интерес к событиям июля 47-го года, а ряд местных жителей рассказал свои удивительные истории о необъяснимых феноменах. Одни сказали, что видели странные огни в ночном небе. Один офицер транспортной авиации из Розуэлла утверждал, что видел на месте инцидента нечто поразительное. Я не знаю, что именно он видел, но он сказал, что это были тела. Маленькие, менее полутора метров высотой. Офицер утверждал, что отвез тела на базу. За последующие 20 лет эти утверждения развились в серию фантастических теорий о вскрытии инопланетян, летающих тарелках и заговоре правительства. Но ни одна из них не подтвердилась убедительными доказательствами. Наконец, в 1995 году, ввиду массового интереса к инциденту 1947 года, правительство сделало официальное заявление. Они признали, что обломки, найденные Маком Бразелом, это не метеозонд, а часть сверхсекретной программы воздушных шаров для отслеживания испытаний ядерного оружия в СССР под названием «Проект Могул». Тогда эта завеса таинственности была вполне объяснима. Ясно, что всем не нужно знать, что советские ядерные испытания отслеживаются. Лично для меня этот аргумент о проекте Могул является достаточно убедительным. Проект Могул мог объяснить странные серебристые предметы на ранчо, но он не объяснял слухов о найденных рядом телах. Через два года в 1997 правительство сделало второе заявление. Одновременно с проектом «Магнат» ВВС испытывали высотные парашюты, используя полноразмерные макеты людей. Правительство утверждало, что люди видели не инопланетные формы жизни, а манекены после парашютных краш-тестов. Могли ли местные жители ошибиться и принять этот двухметровый манекен за инопланетянина? Я не думаю, что его можно принять за пришельца. А может, эта кукла была частью самого большого правительственного заговора в истории США? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Но у Джулии все равно имеется масса вопросов. Мне все равно, верите вы или нет. Задача музея сделать так, чтобы люди выходили озадаченными. Мы же смотрим вверх. Думаете, оттуда на нас никто не смотрит? Одна лишь мысль об этом продолжает привлекать публику в Международный музей и исследовательский центр НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико. Ведь есть шанс, что невероятное возможно. На другом конце страны в зубном музее в Балтиморе